всем здравствуйте приветствую всех на канале дачные советы сегодня я снимаю ролик где буду отвечать на вопросы сначала я хочу поговорить об эустоме в прошлом ролике когда я снимала вот это у меня эустома июльская и я показывала что когда я ее рассаживала таблетки пересаживала в емкости то у меня вот есть подписанные буква п и есть эустомы просто без этой буквы то есть в один грунт покупной я добавляла перегной в другой я не добавляла и вот в прошлом ролике я сказала что практически не видно разницы но потом я все-таки посмотрела хорошо горшочки и поняла но вот эта камера у меня не улавливает грунт эустома которая без добавления перегноя грунт у ней лучше корневая система развивается наземная часть тоже в общем-то неплохая не сказала бы я что очень сильно она отличается но как корни развиваются лучше гораздо много больше вот таких вот ниточек корневых больше корней поэтому я сделала такой вывод для себя что больше я при пересадке эустомы добавлять не буду перегной в грунт так как сейчас то в общем то не нужно вот это вот наземная часть зеленая масса вот эти все эустомы у меня уже неоднократно подстрижены вот лучше всего видно вот на это я ее вообще буквально месяц назад обстригла последний раз потому что пошла вверх расти мне этого не нужно в общем то я им не даю расти вверх мне нужно чтобы была хорошая корневая система а вот в последний раз я в феврале еще подстригу ее и там уже она пусть растет хорошо что она на росте потом корневую очень хорошую и много будет стволиков веточек от одного растения это в общем то везде у меня по одному посажено посеяно задают мне такой вопрос зачем сеять в июле так вот хочу я ответить на этот вопрос иск и думаю что скорее всего наверное в этом году я последний раз сею эустому зимой я хочу отказаться от зимнего посева почему потому что когда я сею зимой вот конец декабря сейчас январь нужно обязательно досвечивать эти сеянцы то есть я ставлю я показывала в прошлом ролике обычный ящик выстилаю фольгой его и ставлю вот эти вот емкости с таблеточками и кладу обычную лампу навожу на них настольную обычную лампу но лучше конечно профессиональной досветкой пользоваться ну пока нет у меня такой возможности вот эти же эустомы июльские их не нужно ничем досвечивать вот я их посеяла в июле и сразу выставила на восточный балкон закрыла крышечками в емкости прозрачные крышки можно пленкой закрыть зашли во первых быстрее всходят на шестой день и безо всякой досветки отлично росли то есть меньше затрат меньше всякой мороки с ними и в июле в общем-то балкон свободен ничего не нужно мне нам кроить место под нее и сейчас становление растет дома просто как обычное комнатное растение никаких трудностей с ней нет единственное что вот если вытягивается побег пошел вверх я его стараюсь удалить чтобы он не вырастал длинный и сейчас они у меня стоят на подоконнике на пенопласте обязательно чтоб не было перепада температур и вечером когда темнеет я заношу вот на этот столик выставляю их как раз у меня весь столик уставлен их 18 штук у меня таких и и в общем то пока я спать не лягу свет горит вот этого света достаточно раз в месяц обрыскиваю препаратами от вредителей чтоб не заболели и раз в месяц агатом от болезни все больше ничего не делаю ничего не применяю поэтому мне очень понравился вот этот вот все таки способ июльский больше всего не скорее всего вот я на нем и остановлюсь в общем то как обычные комнатные растения выращиваются так что еще я хотела в этом ролике показать я хотела показать вам если вы решили выращивать дома в комнатных условиях курсы томаты перцы как их правильно выращивать и дело в том что снимала я ролик последний по томатам и как раз там показывала томаты для комнат которые подходят ну и в этом году первый раз я не посеяла комнатные томаты как-то заскучала я по ним в общем то каждый год выращивала и поставила в таблетки посеяла совершенно сухие семена вот это у меня пачку я забыла положить это биотехника фирма называется японский комнатный что хочу я показать абсолютно сухие семечки утопила в таблетки размоченные вот в эту елкость 5 семян я посеяла в 5 таблеток и поставила на подоконник вот это петелька уже распустился посеяла и 1 января этого года и вот 5 вчера они взошли но вот это вот уже неправильно вот вот такая вот петелька вытянувшаяся она уже неправильная возможно я ее даже посмотрю как она будет расти может быть я даже ее удалю и посею новые семена нужно было как сделать я-то в тропях поставила на подоконник думала вечером поставлю в коробочку вот где у меня стоят эустомы под настольной лампой и забыла вот вот когда петелька только-только видите распускается выходит только из таблетки либо из грунта вот сразу нужна досветка тогда будет правильная рассада поэтому лучше делать как если вы в таблетках выращиваете либо в грунте только посеяли и сразу лучше ставить под лампу вот видите какие они петельки должны быть делаю я фон вот этот 7 чтобы видно было вот такая петелька вот они у меня взошли все одна вот вытянулась две петельки только распускаются и две вот я не буду доставлять доставать там не видно их будет там еще только-только выходят петельки поэтому вот это вот нужно тоже помнить не нужно чтобы сразу дело в том что вот как только петелька вышла буквально за несколько часов она вытягивается это не за несколько дней за пять часов вот она уже вот такая вот длинная как вот я показывала становится поэтому лучше если конечно хотите дома выращивать да и не только дома и когда рассаду мы будем выращивать вот все вот эти петельки нужно сразу ставить под свет вот это вот неправильно еще раз показываю это уже вытянувшиеся вытянувшиеся так и теперь я отвечу на вопросы как я борюсь с кротами с кротами я не борюсь никак у меня кротов нет но хочу сказать что очень многие сейчас жалуются на кротов препарат такой кротомет есть не не знаю помогает он или нет отзывы не слышала о нем но знаю что какими-то зерновыми там допустим да или гранулированными приманками не помогает избавиться от кротов я думаю мне кажется вот такой вот клей от зернов должен помочь он очень хорошо этот клей помогает от мышей и от крыс что нужно сделать сейчас я вам покажу вот к примеру у нас берем фанеру либо картон но объемом размером больше чем вот этот вот листик я показываю вот эту крышку довольно таки приличный сантиметров 50 на 50 ставим в центр приманку кладем вернее в центр приманку от приманки отступаем сантиметров 5 и вот этот клей выдавливаем выдавливаем его вот так вот в кольцо замыкаем замыкаем обязательно следующее от первого вот этого кольца отступаем еще сантиметров 5 и делаем второе выдавливаем кольцо он выдавливается довольно таки сложный такой как кресина какая-то но полежав в тепле или на солнышке он хорошо растекается размазывать ничего не надо он сам разойдется очень хорошо этот растает клей растечется и что получается вот как допустим мыши крысы прилипает одна мышка или одна крыса она подает ультразвуковые сигналы и грызуны уходят с этого места очень хорошо так выводить мышей и крыс в ямах в гаражах либо в своих домах но и на участке тоже вот если в домах и в гаражах это вообще на год а на участке ну на несколько месяцев хватает но внутри то месяца точно как-то раз я так возле картофельного поля раскладывала и выше не было потом эту эту фанерку с мышкой допустим выбрасываем так и я думаю что точно также можно и и кротов уничтожить где-то рядом с норкой положить фанеру клей приманку и если один крот приклеится я они же ведь небольшие кроты я думаю что остальные кроты тоже уйдут ну еще эффективно очень это конечно ультразвуковые препараты вот эти вот от кротов и от грызунов но они конечно дорогие есть они электрические есть на аккумуляторные так следующий вопрос чем отличается фитоспорин от агата фитоспорин от агата но в общем то тем наверно только что агат гораздо эффективнее быстрее действует на мой взгляд фитоспорином я раньше тоже им пользовалась но мне кажется им надо гораздо больше делать обработок чтобы получить нужный результат фитоспорином я сейчас пользуюсь только сухим добавляя его в грунт когда я готовлю смесь грунта для посева семян либо для пересадки растений агат как я познакомилась с агатом сейчас расскажу заболели у меня флоксы 6 кустов локсов многолетних на саду и я вообще не знала что делать погибали вообще просто моментально на глазах и в общем то у кого не спрошу у цветоводов девочки все говорят цвета выбрасывай выкапывай выбрасывай не спасти ну конечно я не могла выбросить я стала искать препараты какими мне нужно спасти флокс но фитоспорином конечно не спасти и тут я вот обнаружила вот этот нашла я препарат агат я его приобрела когда у меня появился агат у меня от флоксов многолетних от кустов остались вот такие вот прям вот такие вот как это и у стома сантиметров по 5 пенечки остальное все мне пришлось уже срезать потому что все почернело и погибло так вот пенечки без листвы по инструкции нужно обрыскать обрыскивать у меня собственно говоря уже нечего и я полила вот этим препаратом агат я полила и каково же было мое удивление когда буквально через четыре пять дней у меня пошли новые отростки на этих пенечках которые остались у меня пошли листики из пазух и в общем-то эти флоксы все шесть кустов они у зацвели но зацвели они конечно позднее и в общем-то мало конечно было цветов так как веточек собственно говоря мало в общем-то они у меня начали по новой оживать флоксы и поэтому я и полюбила вот этот агат что очень быстро он помог моей беде и стала я агат применять везде а так фитоспорин он больше все-таки на мой взгляд как профилактическое средство если растение заболела лучше конечно лечить более быстродействующими препаратами так такой вопрос удобрения жидкие сухие остались в саду в домике зимовать но в общем то ничего страшного гранулированные удобрения либо порошкообразные сухие они легко переносят вот это перемерзание в саду а жидкие нужно посмотреть инструкцию почитать инструкцию на бутылке на флаконе а там должно быть указано при какой температуре удобрение хранится и не теряет своих качеств вот конкретно на доброй силе на удобрение там внизу специально прям есть такая строка где написано что не теряет своих свойств после перемерзания то есть и их я оставляю в домике они зимуют очень хорошо и все равно эффективно действует потом сколько железного купороса нужно вносить под молодые яблоньки но если яблони меньше трех лет и она еще не плодоносит то достаточно 10 грамм чайная ложечка но все равно лучше конечно каждый год вносить железный купорос показать как выглядит удобрение поле чудес но я не могу показать как оно выглядит в данный момент возможно в апреле я его и покажу поле чудес замечательное удобрение оно органическое это в общем-то переработанные куриный помет с добавлением еще всяких добавок хороших почву не закисляет как обычный навоз сорняки не заносите вредители не заносите эффект вообще отличный плюс еще я что заметила и там даже кстати на упаковке это написано что отпугивает вредителей и действительно если выносить поле чудес под викторию долгоносика нет и ну конечно если у вас его нет либо мало то вы от него избавитесь но если у вас много долгоносика из года в год допустим да повреждается растение долгоносиком то нужно еще какие-то меры борьбы провести и если вносим под картофель то колорадского жука нет вот почему то так не любят они это удобрение так какие удобрения можно использовать в баковых смесях честно скажу не знаю я вообще первый раз об этом слышу что какие-то смеси специальные готовятся для баковых выращивания растений не знаю буду ли я сеять землянику но нет землянику я никогда не сею семенами так как у меня и в саду я потом покажу виктории очень мало ну как-то я небольшой любитель это ягоды свое время у меня была аллергия на нее и я как-то не очень к ней привыкла следующий вопрос мирт сбрасывает комнатный мирт сбрасывает листочки и сохнет что делать пока какие причины могут быть опадание листвы у мирта в общем то как у фикуса то есть это может быть первая причина может быть нападение паутиного клеща либо тле но это нужно посмотреть с обратной стороны листочка и все вы там увидите могут быть такие причины допустим переставили с одной комнаты в другую комнату растения либо с одного подоконника на другой либо где-то перепад температуру было открыли балкон либо форточку либо не долив либо перелив в общем то вот такие причины могут быть но если напал вредитель то нужно обработать чем нужно обработать можно обработать дёгтем вот сегодня я буду показывать как я развожу и опрыскиваю дёгтем растения для профилактики от вредителя но также он хорошо и помогает когда были вредители уже появился можно опрыскивать фитовермом либо зубром то есть любой вот из этих препаратов но можно также и актарой опрыскать и карбофосом в общем то любым препаратом и что еще я обычно чередую допустим если я сегодня опрыскала дёгтем то в следующий раз для профилактики я буду опрыскивать зубром то есть не постоянно одним и тем же препаратом если все-таки вредителя вы обнаружили на листиках нужно обработать как минимум три раза с интервалом три дня опрыскали сегодня допустим дёгтем через три дня еще раз можно дёгтем то есть вот это получается как одна обработка три через три дня с интервалом в три дня можно одним препаратом пользоваться через там месяц мы уже другим препаратом пользуемся даже для профилактики еще нужно знать что если вредитель есть мы обработали препаратами от вредителей то на следующий день нужно растение подкормить полить любым удобрением для комнатных цветов но один раз не не каждые три вот эти обработки один раз подкормить так как растение уже ослаблено если причина в чем-то другом не от вредителей вот что-то из перечислены но его вы найдете причину в этом то в общем то если земля переувлажнена лучше конечно его просушить и тогда нужно внести глиоклагин в почву чтобы побыстрее чтобы корневой гнили не было никакой побыстрее растение пришло в норму и после этого тоже подкормить можно методом опрыскивания а если у вас другая причина допустим пересох ком земли либо где-то температурный режим можно применять hb101 один раз опрыскать либо энерген ну и тоже подкормить любым комнатным комплексным вернее удобрением для комнатных цветов и все и мир снова оденется это в общем то не страшно следующий вопрос как изменить цвет гортензии сразу скажу что гортензия меняет цвет только крупная листовая метельчатая гортензия не меняет цвет что влияет на цвет гортензии если почва кислая у вас на участке где посажена гортензия гортензия будет голубого цвета если нейтральная гортензия розового цвета если щелочная гортензия белого цвета и таким образом вот легко очень можно поменять цвет если вы хотите чтобы ваша голубая гортензия растущая на кислой почве стала белой либо розовой то нужно раскислить почву почву в общем-то внести доломитовую муку зная каким цветом у вас растет цветет гортензия вы уже сами можете понять какой у вас грунт но также можно купить измерители кислотности полосочки вот эти они продаются в любом садовом магазине и измерить кислотность почвы если кислотность почвы ниже 6 значит почва кислая допустим 5 и 5 у вас или 6 это почва кислая если почва 6 половиной 7 это нейтральный грунт и выше 7 это щелочной и таким образом вы уже поймете что вам нужно делать если у вас гортензия розовая либо белая можно ее закислить и вы хотите сделать голубую как мы закисляем вносим лучше всего внести либо верховой торф под растение либо серо-коллоидную таким образом у вас почва подкислится и растение станет голубым голубым либо с какими-то оттенками голубого а если почва кислая раскиселяет доломитовой мукой и она становится у вас розовая либо белая еще нужно всегда помнить что гортензия не любит фосфор нежелательно ее подкармливать фосфорными удобрениями азот калий и очень хорошо она отзывается на алюминий монофосфат алюминия вот такое вот бывает удобрение либо любое удобрение комплексное смотрите где присутствует алюминий но очень небольшая доза фосфора желательно чтобы вообще не было так ну и все на этом вопрос закончились так и сейчас я покажу сейчас я покажу как я разведу леготь вот я сейчас опрыскаю после съемки все свои эустомы вот этот вот у меня флакончик 450 миллилитров я беру леготь тут вода у меня уже налита вот это вот ложечка это ложечка 15 10 15 грамм но 15 грамм нет вернее миллилитров если мы ее полную нальем а так тут 10 миллилитров 10 миллилитров 10 миллилитров у нас на пол литра получается ну на пол литра даже 15 нужно но у меня тут 450 миллилитров и так как я делаю для профилактики они в целях лечебных то я делаю неполную ложечку выливаем хорошенько взбалтываем можно так все комнатные цветы опрыскивать для профилактики взбалтываем и вот буквально понемножку вот так вот достаточно если разбавляем леготь его можно оставить на хранение он не теряет своих качеств если мы какими-то другими препаратами даже актара фуфанон фитоверн то конечно не больше трех дней стоит вообще желательно лучше в этот же день использовать и убирать немного сразу разводим а йогать можно разводить на литр можно на пол литра и в общем-то он стоит прекрасно запах остается и действует очень хорошо на этом я ролик закончу пишите комментарии задавайте вопросы до новых встреч всем пока пока